Друзья, привет! И хочу я вам сегодня рассказать о таких катах, как Санчил и Тэншок. Когда-то было время, когда на просторах интернета было невозможно ничего найти про эти катки. И это было плохо. Это было плохо, потому что они были покрыты каким-то мистицизмом. То есть, казалось, что это свой, это ничего нельзя. Мы видели сопящих мастеров, которые все это дело делают. Мы также с вами знали, что эти катах позволяют развить какие-то немыслимые свойства и качества. Какие-то прямо безумные, что мастера потом, которые все это дело делают, это старые мастера, там ортодоксы, владеющиеся этим техникам. Потом эти мастера творят чудеса. О том, как это делать, было вообще непонятно. Если кто-то там и пытался копировать свою форму, то этим все и заканчивается. Сейчас же мы видим иную картину. Значит, появилась масса адептов макинавского дочерю, например, и прочих ротоксальных стилей, где эти адвокаты являются такими важными, с несущими, основательными, базовыми, которые начинают умничать по этому поводу и говорят о каких-то конструкциях, формах, каких-то организациях сложнейших, каких-то составляющих, выдыхательных, которые не из физиологического языка вообще-то исходят, то есть каких-то вообще понятийных, самые баз, которые обывателю в принципе непонятны. И говорится о том, что, ребята, все это сложно, это все комплексно, это настолько прямо серьезно, что лучше вам этим не заниматься, для того, чтобы это понимать, как это понимаем мы, потому что мы ездим непосредственно, например, в Сенсейхи Гаоне, еще кому-то, вам нужно вот заниматься либо в Сенсейхи Гаоне, либо вообще не заниматься этими ката, либо заниматься там у нас. Приходите к нам на семинар, мы за один семинар на Санчин-фесте каком-нибудь обучим вас, как делать ката Санчина-хэншоу махом на раз, а так вы не научитесь. Вот, ну давайте я немножко данный миф сам и развею. На самом деле никаких секретов в этих ката не существует. И тренировать эти ката можно не комплексно, а последовательно, как в любом технике карате. Если бы, например, там ученику, который на уровне 9-го кита делается на ката, рассказали бы и потребовали делать все нюансы ката, так как это делает, предположим, черный пояс со всеми там аспектами, балансами, скоростью, таймингами, сочетанием дыхания, координацией и так далее, он бы с ума сошел. В начальном этапе от него требуется просто знание формы и маломатикой правильной координации сделать это дело безошибочно. И чем он дальше растет, чем он дальше прогрессирует, тем, соответственно, у него все это лучше получается, и он уже приступает к следующему там этапу, к какой-то следующему составляющему приносит туда. И в итоге он растет, прогрессирует и становится мастером. В ката санчену тэншо никто не разжегывает такие нюансы. Мы всегда видим в видео какой-то конечный результат, который складывается из огромного количества аспектов, нюансов и составляющих. Если пытаться все это дело повторять, то можно, конечно, хореографически и внешне собезьянничать это все дело, но результат никакого не получить. А комплексно это никто не дает, потому что комплексно дать технику начинающему, кто никогда не работал санчену тэншо, невозможно. И нужно разбить на массу подзадач. И вот я сейчас вам коротко расскажу о том, какие подзадачи, собственно говоря, и решают ката санчену тэншо. Расскажу вам даже более того. Пофигу, какие ката. Санчену тэншо, хангетсу или любые другие ката. И любую ката, если выполнять ее в манере и с пониманием тем, как выполняются ката санчену тэншо, они могут полностью эти каты заместить. Не обязательно заниматься гуджу-рю и не обязательно делать санчену тэншо. Можно на одном том же самом текёку-шо-дане, например, или какой-то более самосложный ката, из стилишотокан, освоить все те же самые моменты и аспекты. Итак, первая составляющая, которую должен сделать тот, кто занимается катом санчену тэншо, выбрать один из вариантов этой каты. Потому что существует хреновый ключ вариант. Есть варианты с разворотами, есть варианты без разворотов, есть короткие, есть длинные. Это не имеет самозначение. Самое основное, что в этой ката идет работа в стойке санчен. Почему стойка санчен? Ну, потому что в ней наиболее самопростой баланс, который четко между двух ног находится, что в передне-заднем положении, что в боковом, то есть право-лево. Четко между двух ног. Второй момент – это синхронизированный и согласовывание самоработан на понижение и на повышение только тем, что мы можем немножко согнуть колени или чуть больше саморазогнуть. Также в этой стойке очень легко можно ноги и стягивать друг дружке и наоборот раздвигать. То есть вот такие принципы, собственно говоря, базового развития самосилы и крепкой самостойки можно применять в данной самостойке. И также эта стойка для ближнего боя. Все боксеры, сами того не зная, когда начинают работать на средней и особенно на короткой дистанции, в том числе боксеры обычного и европейского бокса, они работают стойки санчика. Понимаете? То есть это естественное положение на среде. Некоторые думают, что это вычурное, а тут там из кинала пришедший. Нет, это естественное совершенно положение для ближнего боя. То есть у этих катов функция еще абсолютно прикладная. Так вот, первое – это выбрать вариант. Второе – это понять, как правильно стоять в этой самостойке. Все это можно найти по учебникам, все это описывается, расписано. Это не сложно. То есть выбрали форму, выбрали стойку, научились делать эту форму. Все. Это первый шаг. Второй момент – это согласование динамики движения бедер и локтей. Да, в стойке в ката санчина и в ката тэншо есть определенные формы движения рук. Там чуть согнуты ноги и согнуты руки почти всю дорогу. А локтевой сустав постоянно согнут, и он синхронизированно двигается с бедром, с заберем, с суставом. На начальном этапе движения бедер может быть даже специально выраженным, и слегка гипертрофированным, для того, чтобы понять, что одновременно рука и локоть руки начинают двигаться одномоментно с движением в тазобедренном суставе. И вот эта синхронизация действий очень важна. Это трансмиссия локтя и тазобедренного сустава. В ката тэншо мы работаем в разноименной стойке. То есть, если у нас впереди находится правая нога, то в основном движения у нас совершаются левой рукой. Если у нас впереди левая нога, то движения совершаются правой рукой, либо двумя руками одновременно. В ката тэншо все немножко наоборот. Ну, немножко, а наоборот. То есть, там одноименная позиция. Если мы стоим в правосторонней стойке, мы работаем правой рукой. В левосторонней стойке работаем левой рукой. И точно так же мы работаем двумя руками и в той и в другой эсэмстойке то есть получается что в принципе эти катам нужны обе пока мы не затрагиваем эсэм и моменты в плане генерации силы из внутренних органов из дыхания а просто рассматриваем чистое механическое действие чисто физическую силу помните что на начальном этапе на первом этапе постижения ухи в боевых искусствах сила берется из мышц связок и костей то есть прежде всего мы работаем тело вот на данном этапе на первом этапе пока мы учимся пока мы разучиваем катам мы работаем именно над этим на втором этапе подключается так называемая силы дыхания что подразумевает спасение дыхание это не какой-то там эфир который вы черпаете откуда-то там извне когда дышите нет просто подключается синхронизированная работа крупных соматических дыхательных мышц то есть мышц участвующих в дыхании это зубчатые мышцы косые чем-то мышцы тора как кора как в верхней части так и нижней части также это подключается диафрагмане дыхания и создание правильного внутри брюшного давления да вот то есть но про внутри брюшное давление мы даже больше поговорим когда будем говорить про силу внутренних органов это третью шапку сейчас мы только с надыхание затронем вот то есть мы учимся работать правильный диафрагм сандышать чтобы у нас дыхание было прежде всего но брюшное вот и учимся синхронизировать начало действия это начало выдоха или вдоха то есть в зависимости от того какую мы технику выполняем но мы одновременно завершаем действие вместе с завершением выдоха если нам нужно игровой . а выдохе делаем на расслабление преимущественно или не на расслабление если мы постоянно напряжение держим это мы тоже сами рассмотрим то делается в тех значит фазах когда фаза приема как такового пассивная то есть мы не выполняем в это время воздействие на противника в это воздействие либо надо так отсутствует либо мы готовимся к воздействию противника на нас вот таким вот образом но я не буду далеко вперед загибать самое главное во второй фазе это абсолютная синхронизация вдоха и выдоха с теми действиями которые вы совершаете то есть сделали вдох на раскрытии как правило и на закрытии вы делаете выдох заканчиваете движение заканчивается выдох выдох должен быть хороший полноценный для того чтобы вы прорабатывали максимально пикло сокращения ваших дыхательных мышц и вовсе не обязательно для этого там развивать рот как там жаба сапеть как не знаю как с трахеастомированный какой-то пожилой помостки варан это все не нужно просто это подсмотрели того же фига он и как делать не кто-то еще не попытались просто повторить потому что он авторитет мастер и думают что вот таких вот на самом этом моментах скроется сила да может у человека тих лица просто при максимальном выдохе зачем это вот обезьянчик я вам приведу кучу примеров мог бы привести не будучи этого делать значит с других мастеров из других стилей направлений которые тоже практикуют кат санчин которые не кривляются таким образом поймите это не нужен важен принцип они внешне форма выполнения там вот и дозом сделано уж тем более такая как там мимика лица это вовсе не важно и третья составляющая когда вы уже продвинулись на уровне правильном понимании конструкции тела синхронизации действий а ротации бедра синхронизации действий бедра и локтя также научились это все сопоставлять с дыханием мы подключаем так называемую силу внутренних органов это третья ступень которую достигают типа там уже пожилые старые там мастера там которые физической силы меньше да ну как это в карате говорят на начальном этапе 40 лет силы мышц от 40 до 60 силы дыхания от 60 и старше силы внутренних органов на самом деле силы все эти три силы можно научиться применять не знаю там не достигает даже 40 лет учиться надо работать просто больше и все будет нормально так вот силы внутренних органов данный ката заключается в том что вы учитесь правильно формировать внутри внутри душное давление и душное давление позволяет вам выдерживать максимально сильные удары противника вам живут грудь и удары противника не будут достигать ваших органов это раз это первая составляющая это составляющая чисто боевая как это делается это правильное сокращение диафрагмы тазовой это правильное замыкание анальных отверстий это правильная работа диафрагмы дыхательные и так далее внутри душное давление на самом деле создавать его довольно несложно на выдохе научиться выпячивать живот и натуживаться при этом сильно сокращая мышцы штангус этот если как бы это город от нас при этом нужно поджимать так как это делал в танцах майкл чекса представьте что у вас значит пояс кимоно но над узлом завязан сзади и вы протягиваете эти хвосты пояса между ног и за пояс тянете вверх у вас поджимается и при этом вы хотите этих ханзы пояса еще сжать ягодицы вот такое это свое движение при этом вы выпячиваете вперед живут а выдох делаете специально заторможенным с пуссированным и слегка напряженным при этом дыхательное горло у вас должно быть максимально раскрыт и вот это вот позволяет хорошо напрягать вине из расслаблять дыхательное горло и при этом очень хорошо концентрироваться на внутри душного давления все это несложно то есть но требует немножко более подробного рассказа но в общем никаких секретов это особо не вот прийти вот до этого до 3 скажем так этапа если вас интересует чисто боевая составляющая можно доходить уже потом в дальнейшем самые важные для реального боя для реальной техники боевого карате для боевого искусства важны первые две это координации межмышечные и внутримышечные и координации с этих самодвижений с дыханием а теперь я продолжу просил внутренних органов ну да в плане самодезащиты внутри брюшное давление важно а теперь поговорим о том какой же но имеет оздоровительность это эффект дело в том что постоянно повышая внутридушных давлений и понижая его то есть ритмично это дело делая в каком-то цикле вы опосредованно массируете внутренние органы вашу если был как печень селезенка и тонкий кишечник вы как бы мышцами гора в нижней части а также мышцами тазовой диафрагмы создавая различного рода давления унижая давление двигая этими мышцами вы заставляете органы немножко перемещаться друг относительно другу как бы на связках они там не были на внутренних у вас подвешены это очень положительно сказывается и на пассаже кишечника и на массаже внутренних органов в органах таза а также на массаже только на то же особенно когда на вдохе вы напряжение делаете у вас опустилась диафрагма вниз она надавила на печень селезенка вот а вы еще напряглись усилили давление в это происходит при этом выброс дополнительных дополнительных крови из депо крови из этих паранхематозных органов из печени селезенки то есть это дополнительная четыре трацитарная масса выбрасывается то есть эритроцитов больше в крови становится больше железа а соответственно больше железа связывается с кислородом гемоглобина и вы чувствуете прилив сил это очень положительный момент положительный эффект и люди которые правильно делают карты санчин и тэншо они после выполнения этих карты чувствуют хороший прилив мощных сил как если бы они подышали кислородные подушки то есть такой легкий допик ну а вот все вот такие вещи как типа шине когда человек делает эти карты и начинают бить там и все это совсем другие там элементы которых тренировки карты имеют мало чего но общего это на самом деле просто демонстрация концентрации и сосредоточение не более того не надо придавать этому сам незначение говорит он так классно делающими классный делать выявляет там не выявляет это больше выявляет действительно слушающим и можно выявить безусловно а тут не концентрация там где она должна быть но я говорю что опять же это способ способ не столько за тренировки сколько проверки концентрации человека который выполняет так как у него сосредоточение но это тоже одна отдельная тема внутренне я вам три нотоспекта если не раскрыл тайны никакой нет просто последовательно берете и исследуете эти нотоспекты на начальном этапе можно обойтись самыми общими понятиями и рекомендациях пока вы занимаетесь изучением формы выбираете ту форму ката которая нравится изучайте стойку запоминаете порядок действий а дальше вам уже потребуются какие-то минимальные вводные консультации только не если вам человек начинает сразу же заговаривать как это сложно и там как это невозможно и как это только для избранных все посылайте его в глубокую тупу и не слушайте дальше все это на самом деле настолько сложно может это сложно было для понимания тех людей которые придумали когда-то так давно давно так что самознание не было с гулькин хрена а не поблагодаря современными научными медицинским самознаниями и знаниями по физиологии понять как это все работает абсолютно не сложно и еще раз говорю что вы хотите выбирайте форму санчин и тоншоу хотите выбирайте любую другую ката в которой есть как гиаку варианты техники так и луи варианты в определенной форме выполнения можно спокойно прогрессировать и все есть в шутокане отличная ката называется ханглецу она абсолютно полностью способна заменить как санчин так и тоншоу все всем пока так języ jęшещущие не способны порядка вот и вот небо